А у нас антракт. Забронировали уже столик. И сейчас ходим пихать. Мои водики и винишко. Не знаю, куда похудеть, но явно не в этой жизни, так как сегодня мы заказали пиццу. Ура! Макс принес заказик. Я заказала какой-то тегенуата, новиночка это осенью, брауни, ну и цезарон Макса, разные-разные булгеры. Сегодня я ходила по поликлинику, у меня куча-куча всяких бумажек, анализа, завтра начинаю уже проходить лечение в поликлинике, поэтому вот заморочилась, прошла по несколько поликлинику. Получила направление на бесплатное лечение в дневной стадинарии. Очень довольна, надо подкрепиться. У нас пришел заказик. Баночки Энерджи Диет, Дюа. Тоже хочешь посмотреть? Вот такие баночки, шоколад клиентки, еще шоколад, капучино, карамель, карамель и еще одна карамель. Все по заказам. Ну что, я дома заварила детям чаек и сама хочу пить, но мне хочется что-то холодненькое. Я буду пить полезную водичку. Короче, наведу себе коллаген. Это вкусный вишневый напиток, а к тому же еще и очень полезный. Для тех, кто хочет избавиться от морщин, для тех, кто хочет, чтобы не хрустели и не болели суставы, колени и все на свете. Короче, для меня. Начала курс в больную лечебнице. Сегодня у меня был второй день. На капельницу я решила не ходить. Мы сегодня в театре, в этот раз на малой сцене. И, как всегда, у нас лучшие места. И на первом ряду. Какая красота получилась. Порисовала и зашла на обед в своё любимое вьетнамское кафе Лин. Буду кушать там-ям. Макс на ночь глядя захотелось бургера. Владик, оказывается, тоже ест бургеры. Там крем-класса. Так что вот, купили четыре штучки. Мелкому картофель фри, а мне нет зазору. Всё стандартно. Такую мерзкую дождливую погоду. Я еду с яркущим букетом. Но он, к сожалению, не мне. Купила маминой день рождения после больной лечебницы. Сейчас заскочим домой за подарком. За детьми. И уже помчим в гости. Ну, красота. Не правда ли? Снимаю сейчас вам, потому что потом уже, возможно, вообще времени не будет снимать. Всё в бегах, всё в бегах. Всё как обычно. Сходила на массаж лица. И пришли в кафе с Максом покушать. У меня Цезарь. Его бургер. Завтра Макс здесь будет отмечать день рождения. Поэтому сразу забронировали столик. Мы не знаем. Заказать им, что или сами будут уже завтра выбирать. Спасибо. Макс, вон ещё какой-то бургер принесли. Сегодня у меня тренировочка. Я уже купила вот такую сумочку в спортмастере на скидке. Она у меня вышла даже не 1750, а вышла 1200. Потому что я ещё бонусы использовала. Хотя изначально она стоила 2500. Такая классная сумка. С ней поеду в Сочи. Сумочка для ручной клади. Изначально шла за рюкзаком, но купила сумку. И на тренировку пойду. У меня вот такая фиолетовая футболка есть. К ней я купила носочки. И купила вот эту зелёную футболку. Я забыла, что у меня такая есть. Но видите, она уже вся застирана. Вся такая грязноватая. Я её тут в хост и гриву таскала на тренировке летом. В общем, в утиле её. Буду носить новенькую. И к ней тоже купила носочки. Так что сейчас выбираю себе лук для тренировки. Какой цвет, думаете? Филалетовый или салатовый. В общем, сижу, думаю. Потом приду и покажу вам ещё много-много-много покупочек с Валберис. И не только. Я пришла к тренировке и готова показать свои покупочки. Во-первых, это трусы Владу. Полторы тысячи. Здесь три штучки. Трусы 500 рублей. Давайте распечатаю. И всё вместе посмотрим. И вот такой красивый щекли. Моцинами, кажется, завышены 500 рублей за трусы для ребёнка. Мне кажется, это борщ. Но не знаю. Посмотрим, как будут носиться. Как будут стираться. Мальчику купила простую, недорогую. И просто полосатые. Все высокие, тёпленькие. Материал хороший. Так, что ещё мне пришло с Валберисом? Вот такая зарядка для айфона. Очень мне она понравилась. Я заказала такую сыну. И на всякий случай заказала запасную. Потому что недорогая и очень клёво. Времянница покупала лак для ногтей, который снимается плёночкой. А второй вот такие блески себе купила. Очень класснючие. Недорогие, но такие удобненькие. Занимают мало места для деток. Самое то, ну и, конечно, для взрослого тоже, мне кажется, мими-мими. В общем, я не могла себе отказать. Таком удовольствии заказала и себе. Активно пользуюсь. В каждой сумочке такие блески. Единственное, вот этот, он увеличивает губы. Не знаю, увеличивает или нет. Но нанесла на губы, сильно защипала. Поэтому не буду наносить. И при башке тоже скажу, чтобы не наносила. Так, что ещё я купила? Консилеры. Покупаю ни первый, ни второй, ни третий раз. Они обалденные. Вот уже один распечатала. Очень классный. И стоит около 100 рублей. Я уже много разных консилеров пробовала. И этот просто обалденный. Ну и, конечно же, бюджетный. Очень я довольна. Это я вам не показывала. Купила тенюшки в Калининграде. Сейчас распечатаю, покажу. Такие классные оттенки. Так. Не смогу на одну руку. Так. Минуточку. Какова красота. Стоили на скидке 400 рублей. Использую я в основном эти два цвета. Розовый и фиолетовый. Очень уж мне нравятся. У меня есть палетка вот с подобными цветами. Поэтому пока ту использую. А в этой палетке именно розовый и фиолетовый. Очень красивые. Так. Что ещё могу вам показать? А ходила я. Снова делала тонирование волос. Вышло 2,5 тысячи. В прошлый раз 3 с чем-то вместе со стрижкой. В этот раз 2,5. И опять мне дали в подарочек шампунь и бальзам. Только уже другие. Тоже Матрикс. В общем, буду тестить. Потом себе куплю уже полноценную версию. Если мне зайдёт. И купила вот такой классный тоже Матрикс. Спрей для объёма волос. Он у нас 1340 рублей. Вот он обалденный. Реально объём прям вообще. Просто вау. А ещё я поеду в Сочи. Я вот думаю, может, эти мне менять. Вот и с собой взять. Я тут заходила в магазин. В аренской косметики. Опять такую кисть купила. Я люблю, когда у меня много кистей для теней. Купила с собой в поездку. Вот такие шампуни. Очень удобно брать. Мы же опять без багажа летим. У нас будет ручная кладь. 5 килограмм полного на человека. Естественно, там в водичке можно жидкости только 100 миллилитров. А тут такие удобные штучки. В общем, это у меня шампуни. Это масочки для волос. Я так поняла. Протеиновые. Хэр маск. Да, масочки. Ну, это как обычно. Масочки, скрабики. Всё стандартно. Всё, как я люблю. Это скраб. Это у нас, по-моему, ночная маска. Да, слипинг. Не всё я пробовала. Но что-то мне очень даже зашло. Тоже, по-моему, скрабик. Скрабик, масочка. Ещё одна ночная. Да, слипинг. Да, ночная масочка. В общем, обожаю. Корейский магазин обожают. Здесь и миниатюрки, кстати, очень удобно. Не надо брать в поездку огромный крем. Это же, во-первых, тяжесть. Вот, а во-вторых, ну куда мне на три дня? А без крема тоже не могу без масочки. Вот, удобнятина. И шампунчики, и бальзамчики. То есть мне с собой не надо. Тащить не надо что-то покупать в Сочи. Взяла такие у меня тюрки. Использовала. И всё. Сука легче уже. Какое-то количество грамм. Так, ещё я сегодня заходила за продуктами в магазин. И там такая нелота была у нас в Максе. Просто не могла не купить. Так, с чего я началась? С чего я началась? Я не знаю, как мне сказать. В общем, у меня есть сахарница. Красивая, дорогая. Но я, как увидела эту, просто влюбилась. Смотрите. Какая классная серия. И Максу говорю, я хочу всю коллекцию. Конечно же, взяла от нее ещё и конфетницу. Это у нас сахарница с ложечкой. Такая красивая. Вообще, не менее. Взяла сахарницу. Стоили эти штучки. 350-370 рублей. Как-то так. Это, конечно, супница, по-моему. Но я буду использовать как конфетницу. Печенье или что-то можно положить. Короче, мне она нужна была для коллекции. Раз я взяла на стол такую сахарницу. К ней должно быть ещё что-то похожее. В общем, я и прикупила. Ну и у Макса день рождения. Мы будем ему покупать игровое кресло. Говорю шёпотом, потому что детки спят. Но вдруг слышат. Игровое кресло будем покупать ему. И завтра он пойдёт в бургер. Но тоже там большие-большие траты будут. Потому что там бургеры от 400 рублей. Вот. А он пойдёт с ребятами. Нас не берёт. Так что видео не будет. Как-то так. В общем, видео там в бургер. Надо отмечать. Купим ему кресло. И с утра подарю ещё вот такой маленький мини-подарочек. Ильдопредья. И стану. У нас 15 лет. Так что купили джилет в Южин 5. Вот. Как-то так. Как-то так. Не будет вкусно. Сейчас у меня обокурное. Прекрасное утро. Начинается с вкусняшек. Муж балует. Обожаю. Сегодня был снова массаж лица. Обнивент у меня закончился. Куплю новый. Ну что, сходила я. На массаж лица. И мне по акции продлили абонемент на два сеанса. Очень я довольна. Сейчас помчим на больную процедуру. Сегодня у меня уже седьмой день. Привет. А мы ездили сдавать билеты на поезд. Так как, на деле, если самолёты пришлось транспортировать. И купили мне цветочки. Дома покажу. И ещё вазочку. А то у меня даже вазы дома нету. Докупила ещё гидромассаж. А у меня сегодня был восьмой день процедуры в больной речебнице. На улице. Посмотрите, как всё снежно. Ну а я жду такси. Сделала я педикюр и решила обновить маникюр в таком же фиолетовом цвете. Мои, в принципе, ещё не сильно отросли. Мы снова в бургерную. У Макса бургер, а у меня салатик. Салат с Азербайджей. Ждём ещё бургер Макса. А знаете, по какому поводу мы здесь сидим? А я вся довольна. Сходила на педикюрчик, сделала фиолетовые ноготочки на ногах и на руках. Вот такая красота. Кстати, кофта фиолетовая. А думаете, к чему я сделала такой блестящий цвет? Новый год, день рождения? Нет, цвет я сделала такой блестящий, такой фиолетовый к айфону. Да, мы сегодня купили фиолетовый айфончик. 14-й Pro Max, 256 гигов. Вместе сейчас его откроем. Видите, в магазине даже не распечатывала. Купила я его сегодня за 107 тысяч. Вот, 16 ноября 2022 года. А свой 12-й Max Pro, вот такой 12-й Pro Max, 128 гигов, я покупала за 110 тысяч полтора года назад. Я его буду продавать. Сейчас на него снимаю, поэтому только чек показала. Продавать буду за 55, уже все. Покупателя даже нашла. Ну что, давайте скорее уже вместе распечатаем айфончик, посмотрим. Это видео я снимаю на 12-й Pro Max, а следующий из Сочи уже будет на новый айфончик. Вы готовы, дети? Да, капитан. Какой приятный волшебный звук. Вот такой айфончик. Фиолетовый. Ой, кстати, тут зарядка даже есть. Макс, ты держи телефон, пыхтит, пыхтит. Ах, это волшебный, приятный звук. Все, больше пленок нет, больше снимать нечего. Ну все, как-то так. У меня даже звуки вспотели от удовольствия. Такой айфончик. Все, буду тестить, буду все смотреть. А, головы нету, да, получается, только один шланг. Ну, наушников тоже нету. Наушники заказала, чехол заказала, все. Буду сейчас тестить, все перекидывать с 12-го на 14-й, тестить. И следующий влог ждите уже из Сочи на новый айфончик. Всех целую и всем пока-пока. Продолжение следует...